Я Герман Сергей, занимаюсь бортиншством с 10 лет. Мой дед Андрик Виктор Фомич занимался бортиншством. И что он знал, он передал мне. Занимаюсь я медом с 10 лет. С дедом занимался колодами. Я вельмира лазил по деревьям, и он меня всегда с собой просил с ним ездить. Он подвязывал, на вербушке ему подавал демара, и все приспособлены к бортничеству. Бортничество – это традиционный способ, который занимаются наши деды и прадеды. В бортевом меде очень много полезных веществ, потому что в колоде сохраняется мед с апреля месяца по сентябрь. И он напитывается ароматами, и попадает в мед очень много трав, которые цветут весь период летний, и медосбор обчевал. Бортничество занимается в основном у нас в Белоруссии, только остался Леджинский район, там много бортников. И вот здесь, в нашем районе Житковском, то один яг. Когда я в 90-м году вернулся из армии, было такое время тяжелое. Бортевой мед никому не нужен был, никто не хотел покупать. Я перешел на рамочные улья, откачал первый свой мед, и он мне сильно не понравился. Я не увидел того вкуса, который был у меня в детстве, когда я с дедом проверял колоды, и он мне подавал мед с молоком, и мне это только осталось. Не понравился мне вкус этот мед. И мне очень хотелось, чтобы люди попробовали именно тот вкус меда, который был у меня в детстве. Я начал изучать вопросы, почему колоди так, и пришел к выводу, что чем больше мед стоит в ульях, чем он болезненный и ароматный мед. Своих пчел 15 лет назад я вывез в леса, в луга и в болото. Из-за ввоза рапса, засеяния рапса, которое начали сеять сразу, много отправляли химикатов. И пчелами их приносили химикаты в мед, и я принял решение вывезти их за 4-5 километров от полей. Кроме меда занимаюсь еще подработкой на стройке, на крышах зарабатываю. На зиму устраиваю скотельную в Качагару школу. Зиму работаю в Качагаре, а в свободное время занимаюсь подготовкой борцей, выдалбливой борцы. Вырезается кусок дерева метр сорок, состоит колода из головы, довжиня средина, тоскриня и спотки. Вырывается внутри объем где-то побольше, 70-40, и потом эта колода вешается на дерево. На дереве мы ее подвешиваем на высоте 4-8 метров. Затворка пчел происходит у нас таким образом. Когда мы отапливаем воск, делаем аскадав. Аскадав состоит из топливного воска, такая водичка с медом. Она настаивается целый год, как получается, как вино. И потом мы берем веничок из багульника, можно крушины позвать или олешины. Обрабатываем колоду новую и оставляем веничок в колоде. И потом прилетает рой, заселяет колоду, и борцей уже к осени вырезается от этой колоды меда. Мы осенью, после 27 сентября, после крестового сдвижения, мы приходим и вырезаем мед. Часть меда мы вырезаем себе, забираем, а большую часть оставляем на зиму к пчелам. И пчелы перезимовые до самой весны. Здесь цветет липа, здесь цветет крушина. Чабрет цветет на островах, много чабреца. И много разнотравий, много травлящина, болотни, такие вот, как я изучал, когда выбирал пасеку, я смотрел, какие травы цветут, и период. Лоза цветет. Зимой пчелы питаются медом, который оставленный улью в колодье. В этой местности у меня заселенных колодь 60 штук. Рамочных тоже где-то 57-58. Дикая пчела отличается от пчелы, от этих выведенных гибридов, бакфасы их, там карники разные. У нашей пчелы большая зимостойкость, она более вынослива к болезням, более вынослива к клещу, лучше перезимовывает и может выживать без помощи человека. Вот бакфас, он без помощи человека не выживает. А наши пчелы, и они выживают сами по себе. В бортник не вмешивается никакой процесс. Он просто пришел, посмотрел, не обрабатывается ни от клеща, ни антибиотикам, ничем. Он просто посмотрел, пчелки летают, осенью вызовут и поставил на стол. Вот знаете, когда был помоложе, вот 50 укусов вот здесь, и тут 50 здесь, 100 укусов пчел я хорошо терпил. А сейчас, вы знаете, немножко постарел, такой перчаткой здесь. В рамочных кусаются, а в колодах мы же период вот этот вот не лазим, а осенью, после 27 сентября, они бывают такие спокойные, ну вот маску даже не делишь. И тихонечко мед вырезаешь, они себе заходят в голову туда, а вот где довжиня вот эта стоит, и мы эту часть вырезаем, голове оставляем, и так спокойно, веточкой пчелочек смели, в ведрошко положили, опустили на ногу. Мы курием дымом, порохно берем. Из ветлы, гнилушки такие, гнилые деревья, с дерева, и ломи тоже, да, дымаром пользуемся. Дымаром надо немножко отогнать их, чтобы они ушли в голову. И вот это, чтобы пчелы не погибали, мы их не давили, когда вырезаем, они уходят в голову, и получается, что вот это место, вот где, вот это вот, где довжиня находится, это было свободно, и мы здесь спокойно вырезаем мед. И уже одна-две пчелки, мы их так вот стараемся, чтобы не погибло много пчел. Ну, медведя еще на колодах не было, а вот жумна пробивает дырочку в колоди маленькую и вытаскивает пчелу, длинный язык, сантиметров сорок, и вытаскивает пчелу оттуда. Она наелась, улетела, на это место приходит куница, и выгрызает большую дырку, съедает мед, и семья погибает. И мы уже, когда семья погибла, мы чистим, замазываем эту дырку глиной, оббиваем жестью, и опять же процесс такой, затвариваем ее, затварение колодой, это аскадав, и венижик натирается, и закрывается. Пчелы на этот запах прилетают, заселяется рой, и опять же все то же самое. Дети помогают, дочки помогают, и сын помогает. Сын больше, конечно, помогает, он как мужчина, он и со мной ездит, и лазит, и тягает. Мне желание сохранить нашу полиску пчелу. У меня еще 30 лет, я ее сохраняю. 20 лет я полностью уже вывожу ее. Много времени затратно, и на топливо много денег уходит, но вот у меня главная цель сохранить пчелу, чтобы она сохранилась, чтобы потомки наши получили вот эту пчелу, и она не исчезла с лица Земли. Вот исчезнут пчелы, исчезнет человек, не будет человека. Исчезнут яблоки, груши, мандарины, персики, кофе. Я читал по исследованиям ученых, ученых, они посчитали, что за 28 лет численность пчел на Земле, на планете Земля, сократилась на, боюсь ошибиться, уже точно не помню, на 87 процентов, по-моему, вот за 28-20 лет, поэтому сейчас. В Китае я видео смотрел, они уже опыляют эти сады кисточкой, то есть вот южные районы продают пыльцу северным, северные эту пыльцу берут и опыляют кисточкой пчел, пчел не хватает. А вот такой способ, который занимается в Лечевском районе, мы занимаемся, вот этот способ дает возможность оставить пчелу и выжить ее, чтобы она осталась неизменной и была, выживала без помощи человека, чтобы человек вообще не касался и она заселила в дупле. Вот у меня сейчас 60 семей, на тот год выйдет, если Богу угодно будет, да жив я буду, и пчелки останутся живы, то они пустят где-то 180 район. Эти раи заселят все дупла, все дупла позаселяют, которые вот в больших деревьях дупла есть, это называется слепет. Вот они заселяются туда и там живут, и уже, пока, дикие пчелы не выживают, выживают, и это расселение вот этой местности, оно пойдет в расселение пчел, и пчелы не погибнут. Может, найдется человек, как я еще, продолжит мое дело, может, сын захочет, или кто-нибудь другой я передам, но чтобы оно было нескончаемо. Пчеловод должен относиться к этому делу серьезно, качественно, и чтобы человек кушал вкусный мед, и он сам был от этого доволен, и полезный мед давал на стол человеку, которому он продает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok